Размеры женского таза играют очень важную роль во время естественных родов. Важным исследованием во время беременности является измерение таза, которое может оказаться узким. Будущей маме с такой патологией нужно знать, насколько она серьезна, какие опасности представляет для ребенка, чем чревато во время родов. Таз образован четырьмя основными костями, каждая из которых состоит из более мелких. Женский таз условно представлен двумя отделами, большим и малым. С ними граничит плоскость, входящая в малый таз. По бокам большого таза находятся крылья подвздошных костей, сзади него расположены два нижних поясничных позвонка, а вот спереди таз лишен костных стенок и граничит с передней брюшной стенкой. Малый таз это широкое отверстие между костями, часть родового канала. По нему будет продвигаться плод при появлении на свет. Различие в анатомии таза женщины и мужчины проявляются во время полового созревания, а в зрелом возрасте они уже становятся очень выраженными. Сама плоскость входа в малый таз у слабого пола напоминает фасолинку, поперечный овал и отличается цилиндрической формой. А вот у мужчин это сердечко. Мыс гораздо более выражен, которое сужается к низу в форме воронки. Таз женщины шире, больше в объеме и ниже, а глубина его меньше. Всем своим строением он приспособлен к деторождению. В большом тазе беременной женщины расположена матка вместе с плодом. Малый же является составляющей родового канала. Когда он имеет нормальные размеры, то при появлении на свет малыш будет без проблем продвигаться к выходу. Если же эта цилиндрическая полость окажется маленькой, патология под названием узкий таз, то ребенку придется нелегко. К тому же у самой мамы наверняка возникнут сильная боль, расхождение костей и прочие проблемы. Для благополучного исхода родов важны именно размеры малого таза, но определить их не совсем легко. Поэтому врач судит о них по форме большого таза. Измерения следует проводить задолго до родоразрешения, ведь если у будущей мамы обнаружится патология, то женщина будет под более пристальным медицинским наблюдением и ее поместят в роддом заранее, примерно за две недели до предполагаемой даты родов. В зависимости от выраженности аномалии будет решаться вопрос о способе проведения родов, естественном либо операционном. Заподозрить у беременной узкий таз доктор может еще при визуальном ее осмотре. Такие будущие мамы, как правило, имеют невысокий рост до 160 см, небольшую длину стопы, 36 размер и менее, широкую кость, это видно по запястью щиколотки, короткие пальцы и телосложение по мужскому типу, узкие бедра при широких плечах. Опытный врач уже визуально может заподозрить у беременной узкий таз. Для измерения гинеколог использует особый инструмент – тазомер. Внешне он схож с большим циркулем и оснащен сантиметровой шкалой. Посредством этого устройства доктор фиксирует расстояние между определенными ориентирами, большими вертелами бедренных костей, подвздошными грибнями и передними остями. Во время таких измерений пациентка лежит на кушетке. Еще один метод измерения – определение ромбо-михаэлиса. Пациентка стоит, а врач оценивает ромбообразную фигуру в виде ровной площадки в ее пояснично-крестцовой зоне. Показательна и ширина костей беременной, ведь габариты большого таза порой бывают нормальными, но при этом женские кости являются довольно массивными. При такой конституции малый таз опять-таки будет узким. Определить ширину костей помогает индекс Соловьева. Гинеколог просто измеряет окружность запястья будущей мамы. Все указанные методы являются наружными. Помимо этого, при оценивании параметров таза доктор определяет ростовесовые показатели женщины, выясняет, как протекали ее прошлые роды. Если срок уже приличный, то важной является форма живота. Так, у первородящих с аномальным размером таза он остроконечный, а у повторно родящих отвислый. Есть и другие методы диагностики узкого таза, это УЗИ и рентген. Однако последнее исследование крайне нежелательно для развивающегося плода. Что касается ромба Михаэлеса, то его нормальная длина в поперечном направлении примерно 10 сантиметров, в продольном 11. Уменьшение этих размеров также может указывать на узкий таз. Помимо этого играет роль и симметричность ромба, он должен иметь приблизительно равные грани. Ромб Михаэлеса должен иметь не только определенный размер, но и примерно одинаковые грани. Окружность запястья женщины не должна быть более значения в 14 сантиметров. Большая цифра может указывать на узкий таз. При узком тазе головка ребенка по ходу родов просто не в состоянии протиснуться сквозь тазовое кольцо. Она может это сделать только при небольшом сужении и когда малыш имеет небольшие размеры. Анатомический узкий таз в медицине классифицируется по форме. Простой плоский, поперечно суженный, общеравномерно суженный, плоскорахитический, кососуженный, остеомолитический. Чаще всего при аномалии отмечается общеравномерно суженный вариант. Кососуженный, а также кососмещенный встречается довольно редко. Такая деформация может случиться вследствие переломов или опухолей. В целом же можно выделить следующие причины анатомической патологии, как правило возникающие еще в детстве. Частые инфекционные болезни, дефицит витаминов, недостаточное питание, половое созревание с гормональным дисбалансом, тяжелые физические нагрузки, сопровождающие процесс формирования костной системы, последствия перенесенного полимиелита, туберкулеза и рахита, врожденное аномальное строение тазовой части скелета. Наряду с анатомическим узким тазом выделяется и клинически. При этом не отмечается отклонение в параметрах. Такое состояние вызвано несоответствием между размерами таза, в принципе нормальными, и окружностью головы плода. Подобное отклонение практически невозможно предвидеть в гестационный период. Оно проявляется уже в процессе родовой деятельности, а в отдельных случаях после появления ребенка на свет. Причины клинического узкого таза могут быть следующие. Крупный плод свыше 4 кг веса. Переношенная беременность. После определенного срока гестации у плода кости черепа уплотняются и утрачивают способность конфигурироваться, слегка смещаться с целью адаптации к размерам таза. Неправильное помещение головки в родовые пути, а именно разгибательное, когда она помещается во вход в разогнутом состоянии. Опухоли в районе малого таза. Врожденные пороки развития у плода, провоцирующие увеличение его головы. Клинический узкий таз, в свою очередь, имеет три степени несоответствия. Относительное, значительное и абсолютное. На протекание беременности узкий таз, как правило, не влияет. Единственная на больших сроках такая патология способна спровоцировать неправильное положение плода, а именно тазовое, поперечное и косое предлежание. Анатомически узкий таз может способствовать тому, что на поздних сроках плод принимает неправильное положение. Вследствие того, что детская головка не прижимается ко входу в малый таз, беременную нередко беспокоит отдышка. Выявление аномалии анатомически узкий таз означает тщательное наблюдение будущей мамы. Врач особенно внимательно отслеживает положение плода, принимает меры по предупреждению невынашивания, направляет пациентку в родильный дом заблаговременно на 37-38 недели. Узкий таз представляет серьезную проблему для медиков в роддоме, поскольку иногда бывает непросто принять решение, можно ли пациентке рожать самостоятельно. Здесь рассматривается масса факторов. Степень сужения таза в соответствии с размерами истинной конюгаты, имеющиеся гестационные патологии, возраст беременной, течение у нее прошлых родов, либо имеющиеся продолжительное бесплодие. При первой степени сужения будущей маме предоставляется возможность родить самостоятельно, а кесарева проводится лишь при дополнительных осложнениях, неправильном положении плода, больших размерах малыша, присутствии в маточной полости крупного рубца. Самая большая часть ребенка – это голова. При родовом акте сокращение матки продвигают малыша вперед. Подвижные кости его черепа способны слегка смещаться, таким образом он адаптируется к размерам проходного отверстия. Со своей стороны и кости материнского малого таза способны слегка раздвигаться. При второй степени аномалии самостоятельные роды уже сопряжены с большим риском. Они разрешены только при недоношенной беременности или если УЗИ выявила миниатюрные размеры плода. Кроме того, важное значение имеет правильное предлежание. Третья и четвертая степени патологии являются абсолютным показанием к кесареву сечению. Оно проводится и когда в малом тазе имеются деформации, либо костные опухоли, а также если в ходе предыдущих родов были повреждены тазовые кости и сочленения. Иногда при узком тазе единственным выходом является операция кесарево сечения. Если при проведении естественных родов с узким тазом первой и второй степени состояние беременной стремительно ухудшается, появляется угроза жизни ребенка, то медики выполняют экстренное кесарево сечение. Вероятные осложнения при естественном родоразрешении с этой патологией. Ранее излитие около плодных вод. Шейка матки при этом раскрывается медленно, поэтому в маточную полость может попасть инфекция. Схватки часто бывают очень болезненными, начальный родовой период затягивается, женщина сильно устает. Выпадение пуповины или частей тела малыша, ручки либо ножки. Долгое продвижение ребенка по родовым путям. В результате может перерастянуться мочевой пузырь женщины, ее уретра или прямая кишка. Присутствует угроза разрыва матки с обильным кровотечением, вероятность некротических изменений тканей половых путей, повреждения лонного сочленения. У малыша велик риск гипоксии. В процессе конфигурации костей детского черепа нарушается сердцебиение, а она может иметь тяжелые последствия, в том числе гибель плода. Кроме того, часто возникают родовые травмы черепа и спины у младенца, что требует последующей длительной реабилитации. Очень многое введение родов с патологией узкий таз зависит от акушера, его опыта и квалификации. Например, после излития околоплодной жидкости важно часто осматривать влагалище, чтобы вовремя обнаружить выпавшую пуповину, либо части тела плода. С помощью КТГ следует постоянно наблюдать за состоянием малыша, сокращениями матки. При необходимости врач использует обезболивающие средства, спазмолидики, медикаментозно усиливает слабую родовую деятельность.